Привет, это рубрика ТВ Тур, с вами Денис Иль. И сегодня я предлагаю вам познакомиться с некоторыми достопримечательностями хорватской столицы, города Загреб. Загреб, возможно, не самая популярная туристическая европейская столица, однако в этом городе есть на что посмотреть. В этом легко убедиться, например, посетив известную площадь Каптол, которая является центром одной из двух частей Загреба, нижнего города. Здесь, на Каптоле, расположена главная достопримечательность и визитная карточка не только хорватской столицы, но и, пожалуй, всей страны. Величественный неоготический кафедральный Загребский собор, или собор Вознесения Девы Марии и святых Стефана и Владислава. Храм, строительство которого началось в далеком 1093 году и продолжается в виде перестроек, реноваций и реставраций до сих пор. Что хорошо заметно, если посмотреть на одну из башен, возвышающуюся над Загребом на высоте 105 метров. Кстати, некогда интересной особенностью Загребского собора было то, что практически вплотную к нему проходило сплошное кольцо высокой стены с несколькими башнями. Сейчас этот каменный мешок разомкнут, посадка рама свободно смотрит в город, но часть оборонительной конструкции сохранены. Память об архитектурном облике хорватской столицы прошлого и о страшном землетрясении 1880 года, во время которого в Загребе было разрушено около 500 домов и сильно пострадал сам собор Вознесения Девы Марии. Городские часы, остановившиеся в тот день, сейчас висят на видном месте близ площади Каптона, показывая час и минуты начала землетрясения. Еще одна, хорошо видимая издалека, особенно из-за своего золотого блеска, достопримечательность площади Каптон — это колонна Девы Марии, представляющая собой скульптурную композицию в виде фонтана и четырех ангелов, стоящих у подножия столба с Богородицей. Притом по содержимому, да-да, именно по содержимому данного фонтана легко можно понять географию туристов, посещающих хорватскую столицу. Стоит лишь заглянуть на дно фонтана, где лежат всевозможные монетки из самых разных, в том числе и весьма далеких сторон. Например, мое буквально минутное занятие подводной нумизматикой выявило, что в Загреб недавно приезжали гости из Болгарии, Греции, Македонии, Венгрии и Мексики. Соответственно, несколько русских монет тоже пополнили эту импровизированную коллекцию под открытым небом. Будете в Загребе — сможете убедиться в этом сами. На сегодня это все. Все выпуски рубрики ТВ Тур ищите в интернете, смотрите и выбирайте новые места для ваших путешествий.